Здравствуйте, друзья! Вот у нас вопрос Михаил, в первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за разнообразие ваших видеосюжетов Тут на самом деле многие жалуются на разнообразие Говорят, ты конкретно вот в одну линию держи Ну и конечно, надеюсь на ваше внимание к моему вопросу А в чем разговор? Вопрос связан с банальной прагматикой относительно количества свободных средств Которые фактически остаются на руках у легального работающего резидента в Калифорнии Легального работающего после уплаты всех налогов, страховок, рентожилья, коммунальных Допустим, человек претендует на средний доход 80 тысяч в год Допустим Насколько я понял из ваших сюжетов Он должен будет заплатить из них 30% налогов Затем рентожилья, приблизительно 2,5 тысячи плюс 500 коммунальные в месяц После этого получается, на все про все остается 23 тысячи Насколько данная логика уместна при поиске работы Нужно ли, глядя на предлагаемую зарплату, сразу прикидывать, что у вас от нее фактически остается одна треть Значит, как бы идет поиск таких формул, как бы А формула сложная, мы сейчас поговорим Вы видите, друзья, какое небо Многие подумают, что мы ведем наш репортаж из Сиэтла Нет, друзья, мы ведем наш репортаж из солнечной кремниевой долины Значит, насчет 80 тысяч И меня в этом вопросе, надо сказать, порадовало и одновременно удивило То, что там человек говорит, легальный резидент Потому что вопрос такой, как бы не редкость Их много задают Но процентов, наверное, там на 90 Они имеют в виду, что Не то, что они имеют в виду Но вот не упоминают, что легальный У них еще нет грин-карты Они вот, например, тут подали заявочку там в лотерею И вот уже дальше планируют Тут мне один написал, что вот он реально рассчитывает выиграть Вот буквально вчера, позавчера я читал Он уже квартирку там присмотрел В Техасе присмотрел И вот одновременно где-то в Сиэтле присмотрел На крекс-листе буквально Он уже, в общем, то есть он так вот все Теперь выбирает между Сиэтлом и там, не помню, чем-то в Техасе Значит, есть такой старый с бородой анекдот Я уж не знаю Как в Одесской газете объявление дает семья Что нужен преподаватель для ребенка Ищут английского, французского, немецкого языков И приходит человек, звонит и говорит Я по объявлению ему Говорят, так вы знаете немецкий? Он говорит, нет Ему говорят, вы французский знаете? Он говорит, тоже нет Он говорит, ну тогда, значит, английский вы преподаете? Он говорит, я и английского не знаю Он говорит, а что же вы пришли? Он говорит, я пришел сказать, чтобы вы на меня не рассчитывали Понимаете? Очень много народу, которые вот так вопросы задают Здесь этого нет Здесь человек прямо говорит, легально Хорошо, давайте про легального Теперь, называется конкретная сумма 80 тысяч И там, на самом деле, когда расчет этот делается Говорят, вот столько-то ты заплатишь налогов Понимаете? Когда ты платишь налоги Зависит от того, сколько вас в семье Ну, для начала Пока у тебя ничего такого нет Чтобы списания какие-то дополнительные были Типа моргиджи и так далее Вот сколько вас есть в семье Один человек платит больше налогов Чем, например, если там у него Жена и ребенок на иждивении Знаете, он получает отдельные Дополнительные списания с налогом Поэтому 30 процентов Ну, допустим 30 Пусть будет 30 процентов Но дальше Если мы говорим о Калифорнии То Калифорния делится как бы на две части Грубо Значит, одна часть Это несколько узких полосок вдоль побережья Ну, вот с севера на юг Это будет Сан-Франциско и Кремниевая долина Хотя Сан-Франциско подороже, чем Кремниевая долина В Южной Калифорнии Это будет, соответственно, там Сан-Диего Лос-Анджелес Между Сан-Диего и Лос-Анджелесом Это будет Оранж-Каунти Ну, там еще есть места Там еще есть места На побережье Там типа Санта-Барбары, например Там и так далее Значит И там дорого И там 80 тысяч Ты будешь чувствовать себя довольно фигово Если это твоя зарплата Значит И есть вся остальная Калифорния Где Ну, я не знаю 95 процентов там всей территории Штата Калифорния Где Жизнь не дороже, чем во всей остальной Америке То есть там не дороже, чем во Флориде Или в Техасе Или там, я не знаю В каком-то любом другом месте Где за 200 тысяч можно купить дом нормальный Там вполне там и так далее Значит, она не дороже Вот есть два часа отсюда Там громадный город Сакраменто Столица штата Там и работ полно И платят хорошо И как бы уровень зарплат высокий И так далее И стоимость жизни низкая Вот В этом вопросе человек говорит Вот жилье там 2000 Если вы будете жить в Сакраменто Это будет не 2000 А 650 долларов Эквивалентная квартирка Будет стоить 650 долларов Вы прикиньте Значит, если мы экономим 1300 долларов Умножить на 12 месяцев Смотрите, какая хорошая экономия получается Правда? Это фактически там Ну Сильно добавляет К свободным средствам Которые у человека остались 500 долларов на коммуналку Это что-то многовато будет Я не знаю А где же там 500 долларов На коммуналку Это если только он один И еще туда питание Ему включить Вот допустим Питание Плюс там электроэнергия Там, я не знаю, что там И так далее Телефон Интернет Вот, может быть Тогда 500 долларов У него уйдет Так что Есть очень много тем На самых разных форумах Но вот в частности Поскольку у нас Основной форум На который мы всегда отсылаем народ Это Говорим про УС Это первая ссылка Под каждым видео В нашем В наших видео И Там есть разделы Географические Там не помню сколько 6 там 7 И в частности Вот есть там раздел Там запад В разделе запад Значит там покрывается Сиэтл Лос-Анджелес Портленд Там по-моему даже Что-то такое Не совсем западное Там нельзя не помню Ну не суть И там дальше Много тем И вот люди пишут Подробно Какие у них расходы Сколько они платят Эта тема Очень-очень популярная Я бы сказал Что она настолько Разработана Что мне даже Как бы И неприлично Надо в это лезть Поскольку Я как-то вот Не знаю Не то чтобы Я анализирую сильно Что там остается И так далее Из таких сумм Но В целом Я могу сказать Что сумма 80 тысяч Вы особо Не распрыгаетесь То есть Все-таки Как вам сказать Что значит Свободные деньги Но все равно Есть какие-то Текущие расходы Дальше Зависит Например От того Какая у вас машина Если у вас машина новая Это одна история Но тогда вы за нее Должны платить Ну допустим Там не знаю 300-400 долларов В месяц Если Ну Да вы ее взяли Значит Там В рассрочке Если у вас машина Не новая Вы может быть За нее меньше денег Заплатили Но Она периодически Вот требует Какого-то ухода Она потому и стоит Дешевле Понимаете Что дальше Есть какой-то Расход Значит Тут что-то Такое Набежит Вот Дальше Зависит Например От Медицины Человек Может Он может Сказать Я молодой Мне страховка Медицинская Не нужна Хотя Сейчас Вот Как бы Вся идея В том Чтобы человек Имел страховку Обязан Ну допустим Вот вы Обходитесь Без страховки Вы сэкономили А представьте себе Что вам нужна страховка И вы хотите ее приобрести И Потом Опять По-разному бывает Ну там Мальчик Девочка Там Значит Допустим Девочка Она Женщина Ну должна Хотя бы Раз в год Там Гинекологу Сходить Ну мое Понимание Такое Жизни Что там Хотя бы Раз в год Надо сходить А бывают У людей Проблемы Какие-то Бывают Проблемы Хронические Бывают Проблемы Ну вот Случилось Что-то Значит У вас Может быть Даже Страховка От вашего Работодателя Но в этой Страховке Будет Например Я не знаю Там Тысяча долларов Дедактабл Это значит Что Пока вы Тысячу долларов Из кармана Не заплатите Соответственно Страховка Не включается Она То есть Она у вас Вроде как Есть Но это На серьезное Что-то Но первую Тысячу Вы платите Сами Соответственно Есть Такой Расход Если Вы Страховку Сами Будете Покупать Это Уже Совершенно Другой Уровень Расходов Вот Я Уговорил На днях Мы Со Светланой Нам Вдвоем Страховка Стоит На Год Около Тридцати Тысяч У нас Самая Лучшая Страховка У нас Вообще Нулевой Дедактабл Мы Ничего Не доплачиваем Из кармана У нас Но нам Под 60 Обоим Вот Соответственно Нам Это Стоит Тридцать Тысяч Если Взять На Одного Человек Ну Пятнадцать Вот Представьте Себе Что Вы Получаете Восемь Тысяч А Пятнадцать Надо Отдать За Медицинскую Страховку Вот Вот И Все И Вы Можете Конечно Там Помудрить С Дедактаблом С тем С этим То есть Вам Может быть Имеет смысл Но Мне Не имеет Смысл Потому что У меня Диабет Я Все Равно К врачу Хожу Там Минимум Четыре Раза В год Значит Соответственно Я Четыре Раза В год Делаю Анализы Соответственно Я Покупаю Лекарства И так Далее И Мне Бессмысленно Иметь Дедактабл Какой бы то ни было Потому что Я Все равно Это вычерпаю Из кармана Заплачу Поэтому Такая ерунда Получается Зависит от человека Понимаете То есть Медицина Может оказаться Существенным Расходом Если Это тот Случай Который Вас Лично Касается Люди Молодые Не связанные С семьей Или Я не знаю Может они Откладывают На что Может у них Пока денег Особо нет Они Могут жить Например Там Руммейтствовать Да То есть В коммуналке Такой Проживать Это конечно Намного дешевле Это Это правда Вот Но опять Если он живет У нас тут И он в коммуналке Это Он экономит Может быть Там тысяча долларов В месяц Если он захочет Коммуналку Такую Устроить Там В Сакраменто Например Где вся квартира Стоит Шестьсот пятьдесят Он может Сэкономить Там Двести долларов Но может быть Триста Я не знаю Вот Но он там Много денег Не сэкономит Теперь Мы Давайте Вернемся К тому Контексту В котором Был задан вопрос Потому что У вопроса Есть Контекст Значит Давайте Я еще раз Он говорит Когда работу Берешь Да Когда Выбираешь Работу Как Вот Оценивать Сколько У тебя Будет Свободных Денег Я бы Разделил Это На два Этапа Жизненных На две Принципиально Разные ситуации Ситуация Первая Ты приехал Ты ищешь Первую работу Ну может быть Вторую Допустим Если Допустим Первая тебе давала Мало денег Вторая дает Может быть Чуть больше Но еще недостаточно И так далее То есть ты говоришь Себе Я вышел На крейсерскую Так сказать Свою способность Зарабатывать На крейсерскую Скорость Заработка Или ты говоришь Я на пути Я пока только расту Я еще Не дошел До этой точки Где Мне платят Столько Сколько я Рассчитываю Зарабатывать Поэтому Первая работа Не имеет значения Сколько вам там платят Ну конечно Бывает ситуация Когда вы говорите Ну у меня вот жена Она учит английский язык Она работать не может Я помню Вот молодой человек У нас был такой Значит Дети естественно Ходят в сад Поскольку она работать не может Значит они ходят в садик Они там надо платить И так далее И так далее И он говорит Что меньше 60 тысяч Как-то он так насчитал Тогда подешевле было И он говорит Меньше 60 тысяч Вообще никакая работа Не имеет смысла Понимаете как Ну да Можно себя загнать В такие условия Когда меньше Не имеет смысла И получается На 15 долларов Он не пойдет Это слишком мало И на 20 не пойдет И даже если он на 30 пойдет Что вроде бы там Как бы 60 тысяч Но тоже Сложно Потому что ему тогда Отменят все его Эти социальные программы Где у него Бесплатная страховка Там для детей Там вообще на всю семью Может быть там Фудстэмпы еще дают И так далее То есть он Как бы не просто Там получает деньги Он еще теряет что-то В ответ На получение этих денег Ну и так далее Поэтому Можно загнать себя В такое положение Но если мы говорим Об одном единственном Молодом человеке Который не повязан Каким-то минимумом Да Из-за семьи Там и каких-то Еще других дел Я бы не сказал Что первая работа Принципиально важно Сколько у тебя Останется свободных денег Ну допустим У тебя вообще Не остается Свободных денег Вот ты можешь сказать Работаешь за еду И жилье Что само по себе Не так плохо Это нельзя затягивать Как бы смысла нет Но если ты поработал Так три месяца Может оказаться Что через три месяца Ты пойдешь на другую работу И тебе дадут там Существенно больше А потом еще три месяца И еще существенно больше Я не имею ввиду Там программистом Потому что программист На старт получит нормально Хотя тоже может пойти Там через три, четыре, пять, шесть месяцев Поменять У него уже вроде Американский опыт У него Он с английским разобрался Он согласился сразу На первую работу Которая платила очень мало Потому что он комплексовал Что у него плохой английский Что его вообще никуда не возьмут А потом он поработал Три месяца И он увидел Что английский у него ничего И кроме него На эту тему Никто не комплексует И он решил попробовать Себя на джоп-маркете И сразу на него За неделю свалилось Три офера И они ему платят В два раза больше Там предлагают Чем он сейчас получает То есть я рассказываю Случаи Которые я знаю Я в данном случае Не умозрительно Там фантазирую А я просто знаю людей Вот И я вам рассказываю Их ситуации Вот как я это наблюдал Поэтому Я бы не парился По поводу первой работы И сколько свободных денег Остается Первая работа Это вот как Сходил первый раз в жизни С девушкой в кино Это не значит Что ты должен с ней жениться Детей родить И умереть в один день Совершенно никакой Такой зависимости Прямой нет Вот С одной девушкой сходил С другой девушкой сходил С третьей сходил Там С этой поцеловался Там Та порожа дала Там еще что-то Жизнь Знаете Значит вот Не парьтесь Если работа первая Не парьтесь Если работа там Третья, пятая, десятая Вы вышли уже на какой-то уровень И так далее То вам мои советы Особо и не нужны Потому что вы уже сами знаете Что вы делаете И как бы Вряд ли Возникнет такой вопрос Все-таки он обычно возникает У людей Которые на На перепутье На переломе Как бы на изгибе Вот этой жизненной линии Поэтому так Так бы вот я сказал А пока я вам все это рассказывал Мы приехали К месту прохождения Службы Так Смотри-ка Полдвенадцатого А мест что-то Не видать Так чтобы Свободные-то были Да Ну ладно, друзья Это уже совсем другая история Счастливо Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...